Передайте там Владимиру Владимировичу Путину, что уже невозможно. Дорогов нас держат. Собираемся только кучками. Слушаем их, какие они молодцы. Они работают, мы их выбираем. Наши деньги приедают. Блокаты вешают мы за вас и пешком, и в тундру хоть куда. А как дело доходит, так сразу все, сели и сидим. Микрорайон льнокомбината кипит от возмущений жителей. Кажется, что квитанции с суммами за отопление и горячую воду они постоянно носят с собой. Семь тысяч за отопление. А квартира какая? Сколько? Трехкомнатная квартира. 70 квадратных. С каких пор двухкомнатная квартира стала стоить 4,2 за двушку? Вот это же вообще невыразимо. Как может быть, это сами люди простые платить такие суммы? Да никогда. Одна гикакалория в городе стоит 1620. У нас 3,2. Почему 3,2? У нас по краю самый высокий тариф. Малые котельные заречи были переданы предприятию «Водоканал» 1 января 2018 года. 6-я газовая в ноябре того же года. В апреле, то есть в конце прошлого отопительного сезона, администрации Бийска были приняты изменения в постановлении. В части схемы оказания социальной помощи ее сделали адресной. Существует тариф «Водоканала». Соответственно, «Водоканал» в принципе всегда производил начисление по своему тарифу, но оно разбивалось на две части. Одна выставлялась населению часть, вторая часть возмещалась администрацией. С 1 октября этого года полностью вся сумма начисления производится потребителю. И после уже оплаты потребителем данного начисления администрация производит возмещение непосредственно ему, потребителю. Действительно, социальная помощь поступает потребителю адресно, но при условии, что оплаты производятся до 10-го числа каждого месяца. Только в этом случае социальная помощь будет начислена за отчетный период. В ноябре за октябрь, в декабре за ноябрь и так далее. Почему именно 10-го до 10-го числа? Вот, пенсию получают многие 12-го, 13-го, а уже идет пенят. Почему зашкаливают счета? Почему вместо обещанных 50% помощи получаем 400 или 500 рублей? Откуда взялись 33 квадратных метра, на которые эта самая помощь идет? А за все остальное платить приходится по полной программе. Это далеко не все вопросы, которые расслышали мы в гуще народа, собравшегося как раз напротив 6-й газовой. Вот эти даже компенсации, которые не выплачивают, получается так, если квартира на бабушке, то значит сын бабушки это член семьи, а снаха и внуки это не члены семьи. На них не полагается дотация. Это как? Хотя по семейным правам там наследование и все прочее, это такие же ближайшие родственники. Кстати, для сравнения, тариф, утвержденный для бийских зареченцев, один из самых высоких в крае, даже превышая средние показатели по регионам. При этом, по данным Алтай-Крайстата, в Бийске самые низкие тарифы на тепло и горячую воду. Но это касается только правобережной части города, где ресурс поставляет Бийск Энерго. В заречной части за отопление люди платят почти в два раза больше. Один человек живет в трехкомнатной квартире, там за рекой от ТЭЦ отапливается, он платит тариф, допустим, ну я грубо говоря, 2000, а у нас такой же человек живет в трехкомнатной. Нам сделали ограничение, 33 квадрата ему компенсируют, а остальное он заплатит по этой, это тоже тариф должен быть одинаковый, максимально мы теперь платим. Что это такое, какие могут быть ограничения? То есть мы, получается, люди второго сорта. Это вообще нужно написать на сайт президенту Путину, пусть там центральная власть разбирается. Не все, но часть вопросов горожан напрямую относятся к городской администрации и к единому расчетно-кассовому центру. Туда их бийчане и переадресуют. Татьяна Голубева, Марина Волкова, Андрей Сегаев. День с толком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова